Приветствую друзья. В этом видеоуроке мы с вами разберем основные моменты монтажа видеороликов в такой программе как sony vegas pro я буду показывать все максимально понятно так чтобы было даже понятно тем людям которые впервые открыли эту программу и с какие моменты мы с вами здесь разберем разберем с вами добавление материалов для обработки то есть будем добавлять музыку будем добавлять видео картинки будем это вместе собирать то есть монтировать видеоролик из этого материала затем мы разберем вырезание эпизодов вырезания также склеивания наших видеороликов или картинки и видеоролика затем разберем добавление музыки и ее регулировка добавление фоновой музыки и регулировка и разберем с вами также удаление ненужной звуковой дорожки например если мы загрузили видео, нам нужно убрать звук загрузить какой-то свой звук, это также мы с вами разберем. Также разберем как вставить текст какой-то поясняющий в какие-то эпизоды видеоролика Также разберем как вставить логотип или картинку в наш видеоролик в нужный момент или же полностью логотип на весь ролик Также разберем замедление и ускорение каких-то частей видеоролика нашего и разберем переходы, то есть между картинками или между картинкой и видеороликом то есть различные переходы как это сделать и затем в конце мы конечно же с вами все это выведем нужный нам формат и сохраним на компьютер так давайте мы с вами начнем пожалуй начнем с того что загрузим нужный нам материал и так для того чтобы загрузить нужный нам материал естественно нужно его подготовить затем нажать файл затем пройти импорт и здесь нажать мультимедиа здесь мы уже подготовленный материал открываем папку например и подготовленный материал просто выделяем и нажимаем открыть здесь этот материал материал появляется у нас в рабочем пространстве программы и здесь вот у меня есть музыкальный музыка который мы будем добавлять здесь есть логотип здесь есть сам видеоролик и здесь есть заставка которая будет впереди нашего видеоролика в начале и вот с нее мы пожалуй начнем мы просто берем ее выделяем и зажимая левую кнопку мыши перетаскиваем просто на рабочая на таймлайн или временную шкалу временную шкалу вот мы видим появляется наша заставка мы можем здесь отрегулировать ее длину по времени например вот если что-то не устраивает мы можем например вот здесь появляется такая стрелочка когда наводим право влево можем или зажав левую кнопку мыши либо укоротить либо наоборот удлинить сколько нам будет нужно сколько будет длиться наша заставка затем мы просто после этой заставки просто выделяем также видеоролики перетаскиваем уже к нашей заставке нажимаем да все мы видим здесь также появляется на временной шкале появляется звук также сейчас он не отделен от видео но какой-то части ролика я покажу как это звук отделить от видео файла от видео и или удалить или как-то отдельно редактировать сейчас это все вместе и так как загрузить материал рабочее пространство мы с вами разобрали да и сейчас давайте разберем такие моменты как вырезание каких-то эпизодов из нашего видеоролика то есть нам нужно к примеру нам нужно вырезать какой-то эпизод из нашего ролика давайте я например я не буду включать вам звук сейчас да просто покажу например вам нужен какой-то эпизод вырезать вы находите этот эпизод начало этого эпизода на временной шкале таким образом перетягивая например да или включив можно например вас произвести и там я вам нужно например вырезать вы можете нажать на паузу давайте дождемся например нам нужно нам нужно например отсюда вот отсюда нам нужно вырезать мы просто нажимаем горячую клавишу с таким образом разделяется наш видеоролик вместе со звуком да и теперь ищем конец эпизода который нам нужно вырезать допустим он где-то здесь опять же нажимаем горячую клавишу с мы видим что кусочек вот этот наш который нам не нужен он мы его отделили то есть мы просто правой кнопкой выделили его правой кнопкой мыши на нем кликаем и просто его удаляю а здесь просто подтягиваем вот сюда соединяем наш видеоролик также мы например можем например кстати отменить последние наши действия для этого нам нужно нажать control z вот сколько там я не помню кажется 20 действий последних можно отменить но это кажется где-то настраиваться но сейчас не об этом control z если еще раз мы нажимаем вот опять появляется предыдущее наше действие также мы можем например этот эпизод если нам нужно где-то его вставить например мы можем также выделив его например копировать и где-то в любом удобном нам месте вставить так же да вот так сделать вставить то есть вот таким образом можно копировать вставлять можно вырезать можно отменять наши вот действия последний я думаю здесь сложного здесь ничего нет давайте удалим этот кусок склеим так дальше что у нас по теме значит добавление музыки как нам добавить музыку наша к нашему видеоролику например вам нужно добавить какую-то фоновую музыку но вы хотите также оставить то что у вас есть видеоролики вы записали какую-то видеоролику немножечко фоновой музыки добавить мы просто предварительно мы естественно загружаем я вам показал как загружать и просто также берем и перетягиваем немножко ниже на временную шкалу отпускаем у нас создается создается звуковая дорожка здесь мы видим что ролик у нас короткий получается мы можем просто так его растянуть на весь например весь наш видеоролик вот таким образом это делается и как же нам сделать тише чтобы музыка наша звучала много тише чем наш основной чем наш голос например да это можно сделать вот или вот здесь потянул за вот эту штучку такую да я буду так называть можно сделать отрегулировать звук прослушать как вам будет угодно или же это можно сделать вот здесь например уменьшить да или же наоборот можно увеличить например вот то есть можно таким образом уменьшать и увеличивать громкость нашей музыки также мы можем например сделать плавный переход плавное появление нашей музыки для этого вот наблюдайте для этого мы идем на уголок нашей музыки то есть появляется вот такая вот такой уголок мы видим когда он появляется тогда мы можем просто зажать левую кнопку мыши и потянуть мы видим что потянуть и мы видим что появляется такая вот изогнутая плавно изогнутая линия это значит что вот музыка будет появляться таким вот плавным образом и также можем плавное затухание сделать вот здесь также уголок такой появляется и здесь например в конце ролика можем сделать плавное затухание вот то есть если нужно тоже также если нужны какие-то эпизоды музыки мы можем также выделим нашу нашу звуковую дорожку также нажать горячую клавишу s также где-то дальше нажать горячую клавишу s мы можем например скопировать и где-то скопировать и например где-то вставить где удобно на месте например вставить этот кусочек музыки уже здесь его тоже сделать вот таким образом отрегулировать звучание и так далее вот таким образом вы можете вставлять например музыку как же давайте сейчас разберем как же нам отделить видеофайла например если вам не нужен вот этот звук вот эта звуковая дорожка вам нужно только музыку стать от этого удалить делается это просто значит мы идем выделяем наш нашу дорожку идем видим где здесь вот есть такой замочек есть игнорировать группировку событий просто нажимаем и мы видим что видео отделяется от звука и звук мы можем просто взять выделить его и также мы можем его удалить можем его удалить этот звук и останется только на про музыкальная дорожка вот мы можем сделать так так ctrl z я отменю пусть вернется все на место вот то есть с музыкой мы с вами разобрались давайте продолжим дальше продолжаем сейчас мы с вами разберем как же вставить текст в какой-то эпизод нашего видео возможно какой-то поясняющий текст не знаю какой угодно текст думаю это часто часто будете применять такой момент и как же это сделать это сделать очень очень просто мы идем на пустое пространство вот здесь то есть кликаем здесь правой кнопкой мыши и здесь мы видим что вставить аудио дорожку ставить видео дорожку давайте нажимаем ставить видео дорожку она появляется у нас сверху и здесь уже когда мы нажимаем то мы видим здесь ставить текстовый медиафайл мы нажимаем на эту кнопку ставить текстовый медиафайл ждем вот то есть выбираем в принципе неважно потом можем перетащить этот текст куда нам нужно то есть здесь появляется такое окошко мы можем его растянуть чтобы было удобно немножко да можем его сюда перетянуть и здесь мы можем например отрегулировать пример нашего текста отрегулировать например размер текста сделать его жирным сделать его наклонным сделать по центру и так далее здесь можем также цвет нашего текста выбрать да то есть любые такие вот действия можем сделать написать что-нибудь текст тексте то есть пример пусть я таки оставлю перед пример текста вы естественно напишите какой-то свой текст дальше что мы делаем мы можем его например перетащить пока это окошко открыто мы можем его перетянуть куда нам угодно где он например будет пусть будет внизу как какой-то поясняющий текст и нажимаем просто закрываем и уже здесь появляется наш текст растянуть также насколько угодно можем его перетащить туда где нам нужен будет до в каком-то эпизоде также мы можем сделать как и со звуковым файлом плавно его появление то есть есть можно делать там и анимацию но сейчас мы разберем просто плавное появление давать также сделаем плавное появление его текста и также плавное исчезание посмотрим как это будет выглядеть во-первых в каком-то эпизоде вот так он будет появляться также можно естественно можно укорачивать или изменять как и любую другую вот таким образом я думаю с текстом тоже все понятно и теперь давайте мы с вами разберем следующий момент это вставление вставляем логотип или какую-то картинку ваш видеоролик и так как нам добавить логотип это сделать очень просто мы также переходим на панель timeline кликаем здесь вставляем видеодорожку и сюда же мы перетаскиваем нашу картинку и логать данный данном случае мы перетаскиваем логотип я свой логотип показан на этом примере можно немножко растянуть для удобства пока чтобы очевидно было и так мы видим что он у нас появляется на весь экран кстати можем например отсюда он будет у нас начинаться вот он у нас появляется на весь экран и сейчас мы будем уменьшать и настраивать перетаскивать его верхний скажем верхний левый угол для этого нажимаем вот здесь и просто моего или там но мы видим вот еще такой момент сейчас хочу вам подсказать мы видим когда мы перетаскиваем например даже верхний левый угол по видите как он заходит получается да как бы заходится не получается нам его верхний угол поставить левый да и любой другой он у нас заходит вот как такое получается такая штука для этого чтобы этого не происходило мы с вами идем вот сюда и здесь просто выставляем вот такое такое значение 16 на 9 широкоформатное соотношение сторон для выбираем и теперь у нас все нормально никуда что не заходит и теперь мы просто с вами делаем так делаем следующее растягиваем тянет сюда он уменьшается выбираем нужный нам размер и просто перетягиваем куда нам нужен в левый верхний угол нажимаем закончить работу и здесь мы уже можем растянуть на весь наш ролик будет наш логотип вот пожалуйста будет наш логотип отображаться полностью вот таким образом мы вставляем логотип также можем вставлять какую-то картинку любую какую-то каких-то моментах нашего ролика где-то выставлять ее также можем настраивать появление и исчезание вот таким образом можем анимацию про анимацию если в этом ролике мы не будем говорить мы сегодня разберем с вами разбираем такие основные моменты которые необходимы будут при монтаже дальше уже какие-то фишки какие-то эффекты вы можете разобрать найти ролика очень много в ютубе и так это мы с вами разобрали давайте перейдем что у нас по теме сейчас мы перейдем с вами замедление и ускорение какие-то какой-то части нашего видео как это нам сделать и так чтобы ускорить или наоборот замедлить какую-то часть нашего видеоролика мы должны конечно же сначала вырезать этот кусок нашего видеоролика найти и вырезать ну то есть допустим например нам нужно вот с этой части нажимаем горячую клавишу S обрезаем да и например где-то здесь нам нужно этот кусочек ускорить или наоборот замедлить давайте отодвинем для удобства отодвинем эту часть для удобства монтажа нашего кусочка и здесь мы просто идем на край появляется такая стрелочка для того чтобы ускорить или замедлить мы зажимаем горячую клавишу зажимаем клавишу control появляется вот такая спиралька и теперь мы можем например если потянуть вправо то мы замедляем наш видеоролик если наоборот уменьшить то мы ускоряем то есть потом мы можем там проверить допустим как это будет выглядеть нажать возможно в самой программе когда вы будете просматривать немножко будет некорректно немножко будет тормозить но когда вы выведите это все в нужный вам видеоформат в нужном файл то все должно быть нормально вот таким образом просто зажимаем не забываем нажимать control когда появляется вот такая спиралька то мы уже регулируем замедлили наоборот ускорение и затем когда мы сделали нужный нам вариант то просто вот так склеиваем это все дело и все у нас окей здесь например если у нас музыка музыку немножко можем увеличить до конца видеоролика вот таким образом делается замедление и ускорение я думаю ничего сложного нет все понятно вам и давайте мы перейдем к следующему разделу это разберем переходы и вывод нашего ролика уже на компьютер в нужном нам формате переходы сделать так же очень просто как и все остальное давайте мы это с вами сделаем сейчас перейдем туда где нам нужно сделать переход вот здесь сделаем вот так протянем чтобы было видно начало ролика например нам нужно с вами сделать переход вот там где начинается логотип и там где заканчивается логотип и начинается наш видеоролик здесь нам нужен переход мы просто идем во вкладку переходы здесь вот очень множество переходов можете выбрать какой вам угодно здесь очень много проэкспериментируйте давайте возьмем скажем жалюзи возьмем для примера просто берем зажимаем левая кнопка мыши переход и перетягиваем в нужное нам место в данном случае вот сюда опускаем здесь можем отрегулировать секции я обычно этого не делаю вы можете отрегулировать нажимаю закрыть и сейчас наш переход появился вот если мы сейчас нажмем просмотреть то мы увидим что переход появится там где мы его установили вот таким образом вы можете делать различные переходы между частями вашего ролика между частями картинок если вы будете картинки загружать свои шоу делать и так далее то есть переходы мы с вами разобрали давайте разберем теперь как нам вывести ролик в нужный формат как это сделать правильно делается это опять же очень просто нажимаем файл перевести в открывается такое окно здесь мы можем назвать сразу наш ролик здесь мы можем также выбрать место куда куда мы будем сохранять наш ролик рабочий стол или же какая-то ваша папка вот здесь выбираем я выбираю вот такой формат здесь различные варианты я выбираю вот такой формат интернет HD 720 и просто нажимаю рендо когда я это нажимаю начинается вывод роликов нужно место на компьютере и работы других программ если вы будете работать в других программах то они будут тормозить конечно и это мощная мощная программа Sony Vegas она очень много памяти забирает и то есть лучше просто подождать пока закончится вывод а потом уже работать в каких-то других программах чтобы вы это знали ну и я думаю на этом мы с вами закончим я надеюсь что это было вам полезно монтируйте свои ролики загружайте в youtube пользуйтесь а я с вами прощаюсь до новых встреч пока друзья до новых встреч